МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Канажский район занимает более 5% территории Чувашской республики. Численность населения почти 37 тысяч человек. Это один из самых густонаселенных муниципальных районов республики. Район географически располагается почти в центре Чувашия, поэтому здесь хорошо развиты автодорожные и железнодорожные пути сообщения, обеспечивающие связь с общей транспортной сетью страны. Федеральная дорога Цивильск-Ульяновск и основные территориальные дороги Аниш из Шихазана-Калинина – основной внутренний потенциальный ресурс района. Центр муниципального района – город Канаж, где находится крупнейший железнодорожный узел, связывающий всю страну с Сибирью и Дальним Востоком. В районе 108 населенных пунктов, 24 сельских поселения. Структура заболеваемости жителей района выглядит следующим образом. На первом месте болезни органов кровообращения – 21,9%. На втором месте болезни органов дыхания – 19%. На третьем – болезни мочеполовой системы – 7,7%. В районе разработан свой профиль здоровья, помогающий медикам выстроить систему лечения хронически больных людей и наладить профилактику для здоровых. Естественно, что в аграрной местности большинство жителей занято сельским трудом, нелегким в плане физических нагрузок. День на работе, а потом еще и свое личное подворье. Поэтому приоритетом для руководителей хозяйств становится создание необходимых условий труда и отдыха. Уже не один десяток лет работает на селе Николай Степанович Андреев. Большой авторитет в вопросах агробизнеса. Он и сейчас возглавляет производственный кооператив имени Кирова. Николай Степанович на собственном опыте знает, как важно, чтобы на работе были все необходимые условия. Что в этом хозяйстве сделано перед работой нами, нашим коллективом трудовым? Построен клуб, детский сад, построен поселок, на той стороне за счет средств министерства членского хозяйства построили фок в этом году, или в прошлом, как называется. Производство развиваем со всеми социальными бытовыми условиями. Там и туалеты есть, теплая вода, душевые. И развиваем спорт, развиваем социальные условия. Вот так мы пока на сегодня живем. Медицинскую помощь жителям района оказывают Центральная районная больница Канарского района имени Фирса Григорьева, две участковые больницы, девять отделений врача общей практики и 54 фельдшерско-акушерских пунктов. Центральная районная больница оказывает первичную медико-санитарную помощь, терапевтическую, педиатрическую. Но есть и специализированная медицинская поддержка, в том числе с применением стационар-замещающих технологий. Главное внимание врачи уделяют доступности и качеству медицинской помощи. В разных деревнях, открывая фельдшерско-акушерские пункты, мы считаем, что это мы можем обеспечить. Согласно указу главы республики в нашем районе, за три года будут построены 10 фапов. Остается нам всего, например, построить еще 4 фельдшерско-акушерских пунктов. А всего в районе 54 фельдшерско-акушерских пунктов. В этих фельдшерско-акушерских пунктах у нас по графику выезжают врачи-педиатры, врачи общей практики, и они уже выезжая принимают народ на самом деле в самой деревне. Далее они выезжают по домам, активно обслуживают и проводят все профилактические мероприятия на этих же фельдшерско-акушерских пунктах. То есть мы проводим диспансеризацию выездной бригадой. Здесь же на фапах проводятся ультразвуковые исследования. То есть те все объемы, которые можно сделать и в ЦРБ, и здесь, мы, конечно, в достаточном количестве стараемся проводить на фапах. Алектина Антонова – врач со стажем, знает в лицо многих своих больных. Считает, что создание на селе фельдшерско-акушерских пунктов помогает вести профилактическую работу среди населения, проводить диспансеризацию, чтобы вовремя распознать болезнь. Кроме этого фельдшерского пункта у меня еще три фельдшерских пункта, всего четыре. И в этих фельдшерских пунктах всего семь фельдшеров мне помогают. В основном работа заключается в профилактике заболеваний. 80% работы – профилактическая направленность. То есть мы сами активно ходим к каждому пациенту домой, спрашиваем жалобы, лечения назначаем и выезжаем с мобильной бригадой. Всего диспансеризацию провели 187 человек в этом году. На этом участке из них по группам здоровья 37 абсолютно здоровых, 56 – второй группы и остальные – третья группа здоровья. То есть они больные, нуждающиеся в лечении. На данном участке у меня в данное время туберкулезных больных вообще нет. Мы активно их вылечили. То есть это хорошая работа, что нет туберкулезных больных. Где-то 60%, 50% – гипертоники. В основном очень много гипертонического заболевания. Потом суставных заболеваний очень много. На второе место я бы не органы дыхания поставила, а суставное заболевание. Потому что все-таки сельское население, тяжелый физический труд и климатические условия, мне кажется, влияют на это все, на это. И их профессия, работа. А на третьем месте органы дыхания тоже с проживанием, населением, мне кажется, это связано. Вылечиваем этих больных. У нас для этого есть и стационар, направляем в Чебоксары тоже, на клинический уровень лечения. Не только мы сами. ПСО есть, у нас сосудистый центр, межрайонное отделение Канаше. Травматологическое отделение в городе Канаш есть. У нас очень хорошее обследование УЗИ, лабораторное обследование, физиотерапия есть. Рентген обслуживание хорошее. Я бы сказала, не хуже, чем в городе. Понятно, что никакая медицина не поможет, если люди сами не будут заниматься своим здоровьем и вести здоровый образ жизни. Для занятий физической культурой и спортом в районе есть 243 спортивных сооружения. Это и бассейны, и спортивные залы, и лыжные базы, и стрелковые тиры. Одновременно спортом могут заниматься более 5000 человек. Дети, взрослые всего населения района судовольцем там занимаются. Значит, много проводим там спортивно-массовых мероприятий. Не только районного масштаба, но и республиканские соревнования проводим. Потому что есть условия, где проводить соревнования. Таких раньше у нас никогда не было. Я просто хочу сказать, что очень много делается, значит, главой республики Михаилович Игнатьевым, значит, выделение средств, строительство площадок, значит, вот таких больших сооружений. У нас во всех районах и городах республики построили такие сооружения. В районе у нас работает три спортивные школы. 1150 детей занимаются в трех спортивных школах, что составляет 33% детей всего района. Охват детей занятий в спортивной секции. Жители района по достоинству оценили спортивный комплекс «Импульс». В деревне Караклы открылся современный центр единоборств «Олимп», где кроме отделения вольной борьбы работает группа здоровья для женщин и оздоровительная для молодежи. Шесть лет назад пришла идея собрать женщин, организовать группу здоровья. Ну, я надеялась, что соберутся примерно моего возраста женщины, но с ними вместе пришли и дочки, и снохи, и внуки, и где-то человек 40 собираемся. Когда новое здание построили, это уже грех не заниматься, мы стали собираться вновь. Тут тепло, тут светло, мягко нам заниматься. Но как только мы ряд упражнений выполним стоя, садимся в круг, и у нас маленький перерыв. В это время у нас беседа. Бывает и на политическую тему, бывает о здоровье. Вот, например, пять факторов здоровья. Естественно, нам здесь очень нравится собираться. Летом на селе работают даже дети, но в свободное время они не прочь потренироваться на собственной спортивной площадке. Она работает на базе Чагайской средней школы. Здесь всегда многолюдно. Спорт – это здоровье, во-первых. Надо стараться, конечно, побольше времени уделять. Участвуем зимой, можно сказать, на лыжах или биатлонах. А сейчас футбол или волейбол. Площадка – это, конечно, самый хороший. Позволяет ребятам играть и в снег, и в дождь, можно сказать. Хотя по полю же здесь, вот рядом, там, если дождь пройдет, не побежишь. А это уже качественная, хорошая площадка. Я занимаюсь разными видами спорта. Люблю спортивные игры, особенно волейбол. Мы с друзьями часто ходим сюда, играем в разные игры. На эту площадку ходят заниматься и родители. Многие ребята канюкулы проводят в оздоровительном лагере «Космонавт». Мягкий сосновый климат, песчаная почва, свежий воздух. Сама природа создала прекрасные условия для отдыха. Из года в год лагерь расширяется, появляются новые здания, игровые площадки. В лагере есть столовая, летний клуб с танцевальной площадкой, волейбольная, теннисная, футбольная и баскетбольная площадки, корты для большого тенниса, спортивный городок, стрелковый тир, бильярд и многое другое. Есть чем занять досуг не только детей, но и взрослых. Глава администрации Канажского района Владислав Сафронов считает, что только взаимодействие всех заинтересованных структур может дать мощный оздоровительный эффект. Перспектива большая, мы можем еще больше сделать. Есть у нас функционирует спортивный комплекс. Зал борьбы ввели по проекту «Единая Россия» в прошлом году в деревне Кроклы. Ну, у нас в планах еще строительство стадиона деревни Сиделева и по устойчивому развитию сельских территорий. У нас 60 тренеров по спорту, опытных, хороших, которые занимаются с детьми. И дети с удовольствием ходят, ну и взрослые тоже на спортивные секции и кружки. Но я хочу сказать, что инициатива от самого населения исходит. Почему я это говорю? Например, если взять строительство хоккейных коробок, мы и за счет бюджета строим, но у нас сейчас действует 10 хоккейных коробок в зимнее время. Из них, наверное, половина методами не имея построены самими жителями. То есть они собираются, складываются и строят. И самое главное, когда они сами строят, они их содержат и используют. Важным фактором создания комфортной среды проживания глава администрации района считает и создание новых рабочих мест. У нас, конечно, есть еще и пустующие земли в Канарском районе. Ну, сейчас приходят инвесторы. Вот в этом году у нас 2,5 тысячи гектаров мы обрабатываем. Для этого новые предприятия создаются, новые рабочие места. И в планах у нас и строительство фермы. Это том районе, где не обрабатывались земли. Это Малокебейский, Среднекебейский, Кост. И в дальнейшем, я думаю, дальше будем привлекать инвесторов для того, чтобы люди не выезжали. Это тоже профиль здоровья. Если, например, хозяин семьи выезжает в другие регионы, а здесь семья неполная. Поэтому тоже будем стараться, чтобы здесь создавали и на местах можно было зарабатывать. В Канарском районе думают и об экологии. Уже разработан проект строительства станции мусороперегрузки и сортировки мусора. Твердые бытовые отходы будут перерабатываться на заводе в Новочебоксарске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин